Дома в Ярославле на 60% готовы к отопительному сезону. Впрочем, время еще есть, ведь крайний срок 15 сентября. Многое зависит от работы управляющих компаний. Взаимоотношения жильцов и управдомов Красноперекопского района сегодня разбирались на специальном заседании. Совет регулярно собирается на свои заседания и ведет очень активную работу в интересах жителей Красноперекопского района. У нас в Совете по самоуправлению не только представители многоквартирных жилок, а также активно представлены председатели КОСОВ частного сектора, которые занимают очень большую территорию нашего района. В Красноперекопском районе советы созданы в 65% многоквартирных домов. На заседании председатели высказали свои претензии к работе управдомов. Заявки жильцов выполняются с черепашьей скоростью. Нужно долбить звонками диспетчеров, прежде чем что-то будет сделано. Управдомы держат в тайне тарифы на работы, что недопустимо. Мы уже общались с ними, ходили в ловуху, разговаривали в прошлом году, как раз год назад. И нас отсылали к интернету. Но не все люди владеют интернетом. Я, например, не владею компьютерами, не хочу связаться с компьютером. Одно из тем заседания – работа управляющей компанией района по вывозу твердых бытовых отходов, уборке контейнерных площадок и придомовых территорий. Когда речь идет о комфортных условиях жизни, нет больших или маленьких вопросов. Претензии к компании по вывозу мусора, бытовых отходов. На сегодняшний момент вопрос решен даже кардинально. В том плане, что отстранили от работы того подрядчика, который плохо выполнял данные работы. И сейчас эти работы выполняет спецавтохозяйство города Ярославля.